Как вы уже поняли, в нашем курсе мы учимся писать безопасный, надежный, эффективный, переносимый код. Для того, чтобы взгляд на вопрос написания такого кода был полным и целостным, необходимо ответить на вопрос не только о том, как следует, но и на вопрос о том, как не следует поступать при написании исходного кода. Ответ на вопрос о том, как не следует поступать при написании структурного исходного кода, дает понятие антишаблонов структурного программирования. Для языка C, как следующего одной структурной парадигме, характерны недостатки, знание которых поможет нам правильно использовать возможности не только структурных, но и объектно-ориентированных языков программирования, в частности языка C++, которому посвящена большая часть нашего курса. Помимо пресловутого антишаблона, связанного с использованием морально устаревшего в большинстве случаев оператора GoTo, существуют и другие, менее очевидные, но не менее вредные антишаблоны. Мы постарались собрать коллекцию этих антишаблонов для вас и готовы представить их вашему вниманию. Антишаблон загадочный код связан с формируемой вузовской и школьной практикой программирования, привычкой давать многим объектам хранение, переменным, константам, а вместе с ними и функциям, малоинформативные, малозначащие имена. Это серьезная проблема, которую приходится решать большинству начинающих программистов, приходящих в реальное производство. В качестве исключения мы можем привести одно правило, которое, кстати, четко и строго изложено в соглашениях о кодировании на языке Java, которые были составлены Oracle и ранее Sun Microsystems. В частности, эти соглашения говорят о том, что однобуквенные имена I, G и K вы в полном праве использовать как имена параметров циклов. Аналогично однобуквенные имена, подобные M или N, вы можете использовать для временных числовых переменных. Однако на этом список возможных исключений, разрешающих использование однобуквенных имен, закрывается. Остальные однобуквенные имена A, B, C, X, Y, Z остаются под запретом, если соответствующие обозначения не вытекают из предметной области. Например, решая квадратные уравнения, вы вполне можете давать переменным, которые используете в программе, информативные имена A, B и C, соответствующие коэффициентам квадратного многочлена. Но это, опять же, скорее исключение, которое лишь подтверждает правило. Антишаблон «Жесткий код» связан с внедрением в программный исходный код каких-либо наперед заданных значений констант, как числовых, так и строковых. Чаще всего эти константы имеют природу конфигурационных параметров и обозначают имена серверов, IP-адреса, номера портов и так далее, и так далее. От практики включения таких констант в саму ткань программы следует, конечно же, отказаться. Это не означает того, что от возможностей статического конфигурирования программы, требующего перекомпиляции кода, необходимо полностью отказаться. Однако такие константы следует объединить в отдельную структуру данных, либо отдельный файл. Дать им семантически нагруженные имена, что позволит гораздо проще и эффективнее сопровождать и развивать программный продукт. Нежелание использовать декоративные пробелы между операндами, знаками операций, скобками. Использование отступов слева, недостаточной длины или их противоречивое использование способно привести к формированию спагетти-кода, когда большой программный фрагмент совершенно непригоден для чтения. Такая ситуация возможна не только в связи с дефицитом пробелов или отступов, но и в том случае, если мы без особой необходимости превышаем сложность одной функции или процедуры. Эмпирическим правилом, которое ограничивает сложность одной функции, является правило одного или, в отдельных случаях, правило двух экранов. Если функция не помещается целиком на одном или двух экранах, ее следует разбить на более мелкие программные единицы. Наконец, обсуждая антишаблон «Магические числа», мы опять же попросим вас ознакомиться с соглашениями о кодировании на языке Java. Эта просьба обусловлена тем, что язык C развивается силами сообщества программистов. На него выпущен международный стандарт, но единого авторитетного источника нормы, касающегося правил оформления исходного кода, к счастью или, к сожалению, не существует. В то же время, такая формальная норма, которая провозглашает не только грамматику, но и прагматику языка, есть у ораклистов. Соответственно, в соглашении на язык Java говорится о том, что ни одна числовая, строковая или иная константа не может фигурировать в коде, оставаясь в нем непоименованной. Исключения делаются только для значений 0 и плюс-минус единица. 0 – это начальное значение, которое присваивается числовым переменам при выполнении многих вычислительных алгоритмов. Единица – это, к примеру, шаг приращения параметра цикла с фиксированным количеством повторений. Минус 1 – это примерно то же самое, но при декременте счетчика цикла. Остальные значения, которые мы используем, должны получать осмысленные имена и фигурировать в коде именно как константы. Как именованные константы, которые при этом не оказывают отрицательного влияния на производительность кода, поскольку при компиляции будут заменены своими значениями так, как если бы эти значения в явном виде присутствовали в соответствующих точках программы. Опасности, связанные с преднамеренным игнорированием приема и анализа результатов, возвращаемых стандартными и нестандартными функциями, а также о рисках, связанных с нежеланием применять переносимые типы данных, которые предоставляет нам стандартная библиотека, мы уже говорили. В этом случае происходит очевидная утечка. Памяти, которая становится все опаснее по мере того, как мы движемся от разработки простых программ, работающих в ограниченное время, к созданию высоко нагруженных и высоко готовых сервисов, которые должны функционировать в режиме близком к 24 на 7. Наконец, еще одним шаблоном являются божественные функции, которые пытаются взять на себя слишком многое и, тут мы опять вспоминаем понятие ответственности в программном обеспечении, не имеют четко выраженной ответственности, которая была бы закреплена за ними программистом. Эмпирическим правилом, которое позволяет отличить божественную функцию, является либо ее чрезмерная длина, превышающая то самое количество экранов, которые мы уже обсудили, либо слишком развернутая сигнатура. Если функция принимает больше 5, 7, а то и 10 параметров, это является явным признаком того, что эта функция действительно берет на себя слишком много. Завершая разговор о антишаблонах структурного программирования, хотелось бы напомнить о тех ивристиках, которые мы рассматривали в контексте оптимизации загрузки кэш-памяти инструкций, кэш-памяти данных, обеспечения локальности данных и кода в пространстве времени, а также обратить внимание на феномен недостижимого кода, то есть того кода, который ни при каких обстоятельствах не будет выполнен. В хорошем смысле, недостижимым кодом в любой программе являются обработчики исключений, которые не должны выполняться 99,9% времени работы программы, отвечая только на те реальные ошибки и нештатные ситуации, которые могут возникнуть в ходе ее работы. Тем не менее, иногда к недостижимому коду можно отнести заготовки на будущее, остатки прежних релизов и прочие артефакты, которым определенно не место в кодовой базе. Современные компиляторы в принципе готовы детектировать присутствие недостижимого кода и либо выдавать предупреждение, либо не допускать сборку такого кода. Тем не менее, давая общую рекомендацию, которая не зависела бы от умений и интеллекта используемых вами компиляторов, мы хотим сказать, что недостижимый код должен обнаруживаться самим программистом и не оставаться в релизах, которые предназначены для промышленного развертывания системы. Еще одним источником полезных антишаблонов, наряду с общими соображениями, основанными на здравом смысле и богатом производственном опыте миллионов специалистов, являются инструментальные средства, ориентированные на так называемый статический анализ исходного кода. Суть статического анализа заключается в выявлении нежелательных особенностей по тексту исходного кода, по сути в интеллектуальном синтаксическом разборе этого кода, который указывает на потенциально опасные приемы, дефекты, грязные техники и так далее. Одним из известных и распространенных открытых средств статического анализа кода на многих языках программирования, включая язык C, является платформа SonarCube. Платформа SonarCube работает по принципу соотнесения исходного кода с так называемыми профилями его качества, формальными правилами, которые либо выполняются в рассматриваемом коде, либо нет. Один из профилей качества, предлагаемый для проверки исходного кода на языке C и поставляемый с платформой SonarCube по умолчанию, носит название SonarWay. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... и целиком заимствован из технической документации по SonarQ. Обратите внимание, что такое применение ключевого слова continue является хорошей иллюстрацией избыточного внимания к возможности досрочно прервать текущую итерацию цикла и начать следующую. Действительно, подобное применение continue делает результирующий исходный код менее удобным для последующего изучения, анализа, сопровождения и развития. При этом возможность досрочно прервать цикл не является чем-то принципиально необходимым для обеспечения полноты и вообще возможности решения каких-либо задач на структурном языке высокого уровня. Безусловно, данная мини-программа весьма искусственна, однако при этом она показывает путь решения проблемы, связанный с необоснованным использованием continue. действительно, принимая за правило отказ от чрезмерного или какого бы то ни было использования возможности досрочного прерывания текущих итераций циклов, мы можем переформулировать определенные условия или каким-либо еще образом перестроить код в самом теле цикла, тем самым добившись устранения ключевого слова continue. Остается вопрос, каким образом само это правило попало в свод требований на платформе SonarCube. Дело в том, что от использования continue отказываются программисты, решающие задачи по разработке ряда встроенных систем, в частности бортового оборудования для автомобильной промышленности. правило, связанное с отказом от использования ключевого слова continue в исходном коде программ на языке C и языке C++ является одним из правил ассоциации MISRA Motor Industry Software Reliability Association К сожалению, свод правил MISRA является коммерческим продуктом и не публикуется в открытом виде. Однако многие разработчики компиляторов в том или ином виде поддерживают все или многие правила этой уважаемой ассоциации и тем самым дают возможность заглянуть внутрь этого свода правил. Правило, посвященное continue из их числа. Обсудив антишаблоны структурного программирования, вернемся к вопросам работы с памятью процесса. Мы уже многое знаем о работе с памятью, в частности, понимаем опасность утечек, знаем, как работать с кэш-памятью данных и инструкцией процессора, понимаем суть вопроса упаковки данных. Однако это еще не все. Принципиально необходимым для успешного и эффективного программирования на языке оси как языке среднего уровня является понимание логики организации памяти процесса, а также понимание того, как работают системные сервисы, которые предоставляют нам возможности выделения, реорганизации и освобождения памяти как системного ресурса. Для языков более абстрактных данное знание, возможно, было бы избыточным. Однако понимание того, что происходит под капотом любого процесса Unix, является крайне важным как для формирования общей инженерной культуры разработчика, так и для решения многих задач системного, да и прикладного программирования. Первое, на чем мы хотели бы остановить наше внимание, это четырехчастная структура карты памяти процесса. Память данных процесса Unix делится на сегмент данных и программный стек. В свою очередь, сегмент данных делится на область данных, сегмент BSS и программную кучу. Рассмотрим эти элементы памяти данных подробнее. Область данных и сегмент BSS, входящие в сегмент данных процесса Unix, предназначены для хранения значений, переменных со статическим временем жизни. Иными словами, все статические переменные процесса попадают в область данных, либо в сегмент BSS. Условием, которое определяет их попадание либо в одну, либо в другую часть сегмента данных процесса, сводится к наличию у соответствующей переменной начального значения. Как вы прекрасно знаете, статические переменные процесса принимают по умолчанию нулевые значения. Это могут быть целые, символьные, вещественные нули. Если переменная имеет нулевое значение по умолчанию и статическое время жизни, она определяется и располагается в сегменте BSS. В противном случае ей отводится место в области данных. Переменные, которые имеют начальное значение и оказываются в области данных, считываются при первоначальной загрузке из образа процесса Unix. Переменные, которые не имеют явного значения по умолчанию, очевидно, не хранятся в дисковом образе процесса, поскольку это совершенно необязательно, и в пакетном, блочном, то есть наиболее эффективном режиме инициализируются при старте программы. При старте программы означает до передачи управления главной функции, то есть функции main. Иными словами, можно вести речь об определенной строгой гарантии того, что все статические переменные, независимо от наличия или отсутствия у них явного значения, будут инициализированы до передачи управления внутрь функции main. Говоря о внутренней структуре области данных, необходимо отметить, что она состоит из области констант и области чтения записи. Такое усложнение организации области данных является вынужденным. Представим себе, что у нас есть статический символьный указатель, который адресует строку. Предположим, Hello World. В таком случае мы имеем неизменяемую строковую конструкцию, набор байтов, завершающийся нулем, который совместно образует фразу Hello World, которая не может быть изменена во время исполнения программы. В то же время, эта константа действительно имеет статическое время жизни, отлично от нулевой, то есть пустой строки, и требует хранения в составе дискового образа памяти данных процесса. Таким образом, строка Hello World считывается с диска при старте программы, и по одному из адресов в нашем адресном пространстве мы можем найти ее в любое время, пока программа работает. С другой стороны, строковый указатель, который также принимает отличное от пустого указателя, то есть от нуля значение, также относится к области данных, поскольку имеет статическое время жизни. Он также считывается из дискового образа памяти данных процесса, но во время работы программы может быть изменен, поскольку сам по себе не является неизменным. Именно по этой причине объекты хранения со статической продолжительностью жизни, которые не являются нулевыми по умолчанию, приходится разделять на объекты, которые остаются константными, и объекты, допускающие чтение и запись хранящихся в них значений. Две другие части памяти данных процесса, наряду с областью данных и сегментом BSS, это программная куча и программный стэк. Программная куча, в отличие от стэка, входит в сегмент данных и располагается в адресах более старших или более высоких, нежели область данных и располагающийся поверх нее сегмент BSS. Работа с кучей выполняется со стороны программы всегда в явном виде, для чего мы обращаемся к сервисам операционной системы и вызываем такие функции, как M-A-Log, C-A-Log, Re-A-Log и Free. Некорректная работа с программной кучей может приводить к различным неприятностям, от ошибок сегментации памяти и краха процесса до возникновения фрагментации самой кучи либо утечек памяти. Программная куча является общей для всего процесса и тем самым удобна, например, для обмена информацией между отдельными вычислительными потоками. Наконец, программный стэк, который не входит в сегмент данных процесса, это место пребывания автоматических переменных, а также место хранения параметров функций при их взаимном вызове. Стэк, в отличие от сегмента данных, располагается в максимальных адресах виртуального адресного пространства и растет навстречу сегменту данных. В итоге ситуация исчерпания адресного пространства, которая по большому счету сегодня уже практически невозможна, состоит в том, что указатель на вершину стэка встречается с занятым пространством в программной куче. Таким образом, четырехчастная структура памяти данных процесса отвечает нам на вопрос о том, где хранятся все переменные и константы процесса. Объекты хранения со статическим временем жизни располагаются в сегменте BSS либо в области данных. Объекты хранения с автоматической продолжительностью жизни хранятся в программном стэке. Наконец, объекты, память для размещения которых запрашивается и освобождается нами явно, занимают место в программной куче.